Дмитрий Викторович, сегодня матч получился довольно живым. Ваши комментарии впечатления от игры? Мы сделали разбор, немножко подсказали нашим футболистам и они выполняли ту задачу, которую мы перед ними поставили. Пропустили голы, конечно, из-за собственных ошибок, не доиграли немножко в створе, где-то не добежали, не подсказали друг друга. Но радует то, что забиваем, ничья и идем потихоньку, думая, что в следующих играх будет больше реализации. Надеемся, что будет позитивный результат. У «Торпеды-2» после перерыва было сразу три замены. Как получилось адаптироваться к свежим игрокам на поле соперника? Да, мы увидели, что было три замены, но как бы мы не делали перерывы замены, мы знали, что «Торпеда» будет действовать через длинную передачу. Мы противодействовали этой старой длинной передаче, но я думаю, в целом справились с поставленной задачей ребята. Еще раз скажу спасибо, что они через «Жилы», через «Не могу» добегали, старались, не уступали. Думаю, в целом получился интересный матч. Спасибо. Игорь Викторович, сегодня не самый очевидный центр обороны в силу перебора «Желтого карточек» у основных игроков. Как себя проявили веки-то в клуб? Ну, как бы они у нас не играли уже до этого, они настраивались, но мы планировали, что выйдут на поле, потому что до последнего момента не знали, кто выйдет в составе. Думали, что Гаджиев, но он оказался у нас травмирован, не стали рисковать его здоровьем. Я думаю, что в паре они в целом, Бекетов и Колобов, сыграли хорошо. Есть какие-то недочеты были у них в взаимодействиях, но я думаю, мы разберем игру, подскажем. Я думаю, они в дальнейшем будут прогрессировать. Спасибо. Спасибо.